Ознакомьтесь, пожалуйста, с заданием. Здравствуйте, я Михаил Вера Андреевна. Назовите Вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения. Иванов Максим Иванович, 1 мая 1995 года рождения. Данные совпадают. Я проведу закапывание капель гуши. Вы согласны? Да. Бурили у Вас ранние энергетические реакции? Нет. Подготовила к работе манипуляционный стол. Выставляю необходимое оснащение, а именно капли, стерильные пипетка, стерильные ватные шарики и стерильные перчатки. Проверяю стерильность и целостность упаковок, пипеток, ватных шариков, а также перчаток. Сверяю дозу и название лекарственного средства с листом назначениям, а также проверяю целостность, срок годности и внешний вид лекарственного средства. Усадила пациента, осмотрела уши и оценила их состояние. Провела гигиеническую инсептику рук, надела перчатки. Вскрываю закопку с ватными шариками. Правой рукой достаю один ватный шарик, перекладываю в ладонь левую руку и на 4-5 пальцем. Вскрываю флакон с лекарственным средством. Вскрываю закопку с пипеткой. Правой рукой набираю лекарственное средство из флакона. Максим Иванович, слегка запрокиньте голову назад и наклоните в сторону. Левой рукой оттягиваю ушную раковину кзади и кверху, чтобы выровнять наружный слуховой проход. Правой рукой закапываю лекарственное средство 5-6 капель наружный слуховой проход. Пипетку всегда держать только вертикально, чтобы лекарство не попало в ее резиновую часть. Нажать несколько раз пальцем на козелок уха для усиления контакта капель с барабанной перепонкой. Оставить пациента в этом положении на 7-10 минут. Затем просушить полость уха стерильным ватным шариком, чтобы остатки капель не вытекли из уха на шею. При необходимости закапать второе ухо таким же способом. Используя нападный шарик, помещаю в контейнер. Отходы загрязненной кровью, либо биологическими жидкостями не обеззаражены. Пипетку разбираю и помещаю в первую емкость дезорствором. Затем замачиваю в вторую емкость дезорствором. Время экспозиции согласно инструкции к данному дезинфектанту. Упаковки, помещаю в контейнер твердые бытовые отходы, отходы производства не опасны. На скрытом флаконе с каплями поставила дату и время вскрытия и подпись. Вскрытый флакон годен в течение суток. Сняла перчатки рабочей поверхности вовнутрь. Поместила перчатки в контейнер отхода загрязненной кровью, либо биологическими жидкостями не обеззаражены. Провела геническую антисептику рук, сделала запись в медицинскую документацию о пыльной манипуляции. Максим Иванович, как Вы себя чувствуете? Хорошо.